И еще о достижениях самарской науки. Памятники и объекты культурного наследия в областном центре, возможно, будут восстанавливать при помощи 3D-принтера. Реконструкцией будущего всерьез занялся Самарский технический университет. Сейчас инженеры взялись за восстановление частей памятника самолета Ил-2. Впереди немало масштабных проектов. От и до весь процесс увидела Мария Акимова и узнала, как преобразится город благодаря такому ноу-хау. 3D-принтер в Самарском техническом университете трудится как пчелка. Еще бы, ведь ему предстоит восстановить части памятника Ил-2, ставшего символом областной столицы. Воздушный танк на время покинул привычное место на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе в связи с масштабной реконструкцией главной артерии города. Однако после завершения строительных работ он туда вернется и станет еще краше стараниями специалистов университета. Детали будут восстанавливать по суперсовременной технологии. По сохранившимся чертежам создают виртуальные модели. К примеру, этот пулемет находился в кабине самолета. Потом в ход идет 3D-принтер. Он печатает форму для литья. Так подготовка проходит не только быстрее, но и затрат меньше. Печатаем уже непосредственно модели, которые потом идут сразу в литейное производство. Этим самым мы можем сократить процесс подготовки буквально до нескольких дней. То есть мы сегодня ставим на печать деталь, распечатываем ее, а завтра уже получается отливка. И мы можем отдать заказчику. Производство не серийное, каждая деталь для Ил-2 будет представлена в единичном экземпляре. Температура в печи около 1200 градусов. Инженеры жара не боятся, в процесс влюблены. Уверяют, литье – это таинство. Металл, можно сказать, живет какой-то своей жизнью. И зачастую даже какое-то свое внутреннее настроение может передаться от плавильщика, от литейщика, передаться, собственно, к отливке. И поэтому мы иногда и говорим, что металл живой. Он наследует не только настроение, но и внешние погодные условия. Но сегодня день прекрасный, поэтому я думаю, что все получится. И не получиться не может. Ведь проект для университета совсем не дебютный. В реконструкции города вуз участвует вот уже больше пяти лет. Воссоздают дверные ручки, оконные защелки, мемориальные доски. И не только. Бюст маршала Устинова установили в Куйбышеве 40 лет назад. За это время он не раз подвергался нападкам вандалов. Его даже взорвать пытались, но только нанесли памятнику незначительный ущерб. А потом бронзовые буквы и награды украли. Как раз их и восстановили специалисты технического университета. Впереди еще один значимый проект восстановления квартала в районе музея имени Алабина. Мария Акимова, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии.